Деснагорских семей Наша школа начиналась вот с этой семьи, кто здесь оказался Встреча с ветеранами педагогического труда Что ты думала про маму, когда ушла и не вернулась домой? Очередная комиссия по делам несовершеннолетних Я полетела на крышу! Подожди, ты жюбочку забыла! Спектакль театра детской библиотеки А сейчас об этих и других событиях подробнее 6 июля в культурно-выставочном зале имени Тенишевых Состоялось торжественное мероприятие Семья любви Великой Царства Семья опора государства Где поздравляли юбиляров семейной жизни И молодые пары, ставшие супругами в этом году Наш город представила семейная пара Николай Васильевич и Люся Ильинична Емельяненко Они прожили в любви и согласии 40 лет А 8 июля в областной филармонии В день семьи любви и верности Чествовали 14 многодетных семей из разных уголков нашего региона Поздравления от и губернатора Алексея Островского Получили супружеские пары, прожившие в браке в более 25 лет И воспитавшие достойных граждан В Десногорске церемония чествования семей Состоялась в парке на городской открытой сцене Подробности в нашем первом сюжете В этом году на мероприятие 8 июля Пригласили семьи Заботиных, Дубовиковых, Сафроновых, Дворкиных, Королёвых и Пугачёвых Торжественный вечер поздравить Десногорцев пришли глава города Вячеслав Сидунков и протеерей Виталий Сладков Я сегодня рад видеть такое большое количество дружных, крепких, долгих семей Людей, которые основывали наш Десногорск Людей, которые подают пример для будущих поколений семей Десногорцев Что, конечно, в нас всех поселяет надежду, что город у нашего долгое, светлое, надёжное и правильное будущее В нашем городе много супружеских пар, которые прошли испытания на прочность во время строительства Смоленской АЭС Торжественные обстановки, почётным адресом за укрепление института семьи Наградили Заботиных, Дубовиковых, Сафроновых и Дворкиных А медаль за любовь и верность глава города вручил семьям Королёвых, отметившим золотую свадьбу И Пугачёвым, которые с удовольствием поделились с нами секретом своего 35-летнего совместного благополучия 35 лет пролетело так незаметно И я даже своим детям, сыну и дочери всегда говорила и говорить буду Что сходятся два совершенно разных человека с разными взглядами на жизнь И друг другу нужно уступать, друг другу нужно делиться и радостью, и в горе, и в радости везде друг друга поддерживать Воспитывать детей так, как нас воспитывали наши родители У нас пример был всегда моих родителей, они 50 лет отгуляли свадьбу золотую Поэтому и друг друга уважать, самое главное Ведь любовь это что? Это уважение друг к другу, это понимание друг друга Я желаю молодым семьям нашего города прожить много лет в семье Семейного счастья и благополучия Завершился праздник замечательным концертом с участием гостей из Республики Беларусь Смоленские предприниматели решили потеснить промышленников из Поднебесной В Монастырщинском районе скоро наладят производство полимерной упаковки для хранения и транспортировки овощей В Смоленске прошло первое заседание общественной палаты 5-го созыва с участием губернатора области Алексея Островского На нем выбрали председателя и руководителей профильных комитетов Сейчас в Смоленской общественной палате числится 36 человек На заседании обсудили важнейшие вопросы и наметили задачи, над решением которых предстоит работать в течение ближайших трех лет Воспитанники лагеря «Круто» приняли участие в проекте «Старшее поколение» Они организовали встречу с первыми учителями города 8 июля, в день семьи, любви и верности, в первой школе нашего города встретилась семья педагогов Которые первыми начинали работать в строившемся Десногорске Участники встречи вспомнили, как приехали они в город, как пришли работать в школу и какая она тогда была Вспомнили и первого директора Крастилева Вячеслава Георгиевича, учителей которых уже нет Ребята из трудового лагеря подготовили для ветеранов-первостроителей сюрприз О них сняты настоящие фильмы, которые все с удовольствием посмотрели За чашкой чая участники встречи вспомнили песни о символе дня семьи, любви и верности, ромашке Встреча получилась теплой и душевной Все мы счастливы вновь и вновь вспомнить первые годы свои юности здесь, в школе, историю школы И хочется от всей души сказать спасибо создателям первым И проект, который сейчас проходит, это дает нам сил, дает еще раз толчок к дальнейшему созданию В этой школе начала работать с 1982 года преподавателем физкультуры И очень рада, каждый раз, когда нас приглашают, будучи уже пенсионерами, заслужившими отдых Приглашают школу на различные мероприятия Приятно встретиться с бывшими коллегами Проект «Старшее поколение» продолжает работать в Десногорске Встречи уже прошли на многих предприятиях и организациях города 8 июля в деревне Жердиво, неподалеку от нашего города, сгорел дом В пожаре пострадал человек По версии возгорания произошло из-за непотушенной сигареты По данным статистического центра МЧС На Смолещине в пожарах погибли 53 человека Двое из них – дети 34 человека получили травмы различных степеней Уважаемые десногорцы, будьте бдительны, берегите себя и своих близких Под Десногорском на автодороге Десногорск-Богданова Водитель на автомобиле Ниссан Альмера Выехал на полосу встречного движения И сбил 21-летнюю девушку на велосипеде Пострадавшая доставлена в МСЧ номер 135 с черепно-мозговой травмой Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Провели очередное заседание Какие рассматривались вопросы и какие решения приняты Смотрите далее На 10-м плановом заседании комиссии были рассмотрены текущие и плановые вопросы А также 16 материалов о правонарушениях и преступлениях Представленных органами МВД и учебными заведениями города Чаще всего подростки самовольно покидают семьи Анализируя такое поведение детей, члены комиссии пришли к выводу Что чаще всего причиной служит конфликтная ситуация в семье Среди других распространенных правонарушений Курение в неположенных местах Употребление спиртных напитков Появление несовершеннолетних в общественных местах Состояние алкогольного опьянения Повреждение или порча чужого имущества И мелкое хищение Проблемой для Десногорска является и такое правонарушение Как езда на автотранспортном средстве без права управления В этом году к нашему удовлетворению проведенная общественная работа дала результаты И по статье 12.7 часть 1 управления транспортными средствами без права управления У нас за полугодие только один протокол, который поступил из Рословского района Также члены комиссии проанализировали ситуацию с правонарушениями и преступлениями И подвели итоги работы за первое полугодие текущего года За шесть месяцев в комиссию поступило 27 протоколов в отношении несовершеннолетних По 19 из них вынесено постановление о назначении административных наказаний За полгода рассмотрено 55 протоколов в отношении родителей, не исполняющих надлежащим образом свои обязанности Члены комиссии отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Наблюдается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 71% В настоящее время всего на профилактическом учёте в КДН состоят 26 подростков и 18 семей Специалистами органов системы профилактики за ними ведётся строгий контроль В Смоленске бывший судебный пристав предстанет перед судом за взятку По версии следствия, девушка, работая приставом, запросила с местного предпринимателя 100 тысяч рублей За то, что не станет взыскивать с его фирм долги Во время передачи 30 тысяч рублей её задержали сотрудники управления ФСБ Накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности Символом которого стали полевая ромашка и православные святые Пётр и Феврония Литературный театр, детская библиотека и книга на сцене Пригласил зрителей в городской центр досуга на спектакль Всех собравшихся, в основном это были воспитанники детских оздоровительных лагерей города Приветствовал заместитель главы муниципального образования Сергей Тощев Затем Сергей Валентинович вместе с детьми посмотрел драматический триптих Василенко Бабушки тоже были маленькими Несмотря на немного невероятные события, в спектакле речь шла о вполне понятных всем вещах Об отношениях в семье, взаимопонимании между старшими и младшими О дружбе ровесников, об отношении к своей планете, о детских фантазиях и страхах Зрители, наблюдая реальные и фантастические сцены, могли узнать себя или представить, какими были их мамы и бабушки в далеком детстве Полтора часа пьесы зал воспринял с огромным вниманием и сопереживанием Нужно отдать должное и юным артистам, которые работали без микрофонов для такой беспокойной публики Триптих собрал воедино сразу три события День семьи, любви и верности Праздник выпускников театра «Книга на сцене» А также канун десятилетия самого литературного театра детской библиотеки После спектакля режиссёр театра Даня Макарова поздравила выпускников Даниила Перепелицына, Полину Шубину и Дарью Замараеву Для них это был последний спектакль В Смоленске в Лопатинском саду отметили День рыбака 2016 В традиционном мероприятии приняли участие в этом году 160 рыбаков Началось всё с театрализованного представления Победители определились по массе пойманной рыбы, которую затем выпустили в водоём Сотрудники ГИБДД области подвели итоги профилактических мероприятий, проходивших в регионе 9 и 10 июля 31 водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения 9 отказались от метасвидетельствования Всего за выходные было пресечено 1217 административных правонарушений Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания